Все, Бог, что творит. Красота такую. Где же это снимали? Сыкарного. Ты посмотри, как это. Красиво такая. Я никогда не видела, что они так ныряли. А мне так. Ты видишь, как меня потеряешь? Да, да, да. Ты даже не знаешь. Сейчас, что-то с рекламы скачивать нельзя. Я скачиваю с рекламы. Я скачиваю с рекламы, да? Да, да. Я скачиваю с рекламы. Не то, что нельзя. Там что-то... На ладони Божьей, птичку не пугает зло. На ладони Божьей, человеку так тепло. Каждый найдет там место, и малый, и большой. Ты никому не тесно, на ладони Божьей, птичку не пугает зло. Ты малый, и большой. Ты никому не тесно, на ладони Божьей, птичку не пугает зло. Все? Хорошо, да, эти петь? Слава Богу, пожалуйста, 3,27. Хараонки поем. Поваляем. Ну что, начнем за мотивом? Давай. Где у нас мама на посту? 9-й глава, 13-й глава, 13-й глава. Вы закончили 13-й глава. Садимся. Давайте это поконплируйте, мы сейчас часов позанимаемся. Потихонечко, ладно, мама будет. Какой сейчас план? Акина, у тебя папа будет. 1-й главе 9-13. 1-й главе 9-13. 13-й глава закончили. Папу под 13-м. Дядя Володя снимает. Вас слышно. Трехтовник-то. Трехтовник. Тихонник. Почему нет? Есть. Внизу вот, вот, вот тут. Я громко не ездила. Молодюк, я его. Вот он, игорь, вторая. А-а-а-а-а-а. Вторая, да, это вторая. Вот потом там, ну, закладка. Там музыка. Мама, я прошу вас, это, последите за клином. Чтобы не было. Я слушаю. Все, старик, давайте начинаем наше занятие. Во имя Отца и Сына, с этого Духа. Давайте. Царю Небесный, утешителю души истины, И железнесы, и вся исполняй сокровище благих, И в жизни подателю, прииди в силе сёмны, И очистины от всяких скверны, И спаси в блаже души наши. Благослови Господь наше занятие, Даруй нам разумение Писаний, Как и даровал ученикам своим. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Сергей, мне придется отключить. Закончили, говорят, 1 Користина в 9.13. Начинаем с 14 стиха. Прочитаем стих предыдущий, Он идет в контексте смысловом с 14 стихом, Бестолкование 13, прочитаем. Разве не знаете, что священнодействующие Питаются от святилища, Что служащие жертвеннику Берут долю от жертвенника? 14 стих. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие Жить от благовествования. Что это означает? Феофилак Болгарский нам объясняет. Сильнейшее всех прочих доказательства Назвал в конце. Что говорит, я представляю то одно, то другое? Господь так повелел, Дав закон, согласно с ветхозаветным, Лука 10, 7. Лука 10, 7. Так, хватит почитать. Лука 10, 7. В доме житом оставайтесь, Ешьте и пейте, что у них есть, Ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Вот это седьмой стих. Как Господь так повелел, Дав закон, согласно с ветхозаветным. Как выше сказал, От святилища питаться, Так и здесь. Не от получаемых, Но от благовествования, Дабы питающие не превозносились. Питающие, то есть тот, кто питает. Не ты, говорит, питаешь его, Но дело его благовествования. То есть благовестника, когда мы принимаем, Допустим, в дом, Это великая честь. Кто, говорит, напоит пророка во имя пророка, Тот получит награду пророка. Кто напоит водой, Чашей холодной воды во имя ученика, Тот получит награду ученика. Так вот здесь, если ты благовествника принимаешь, То не превозносись, что ты вот, Я принял благовествника. Это его, это твой долг, во-первых, И Бог тебе оказал честь. Во-вторых, он не получает от тебя что-то такое, За что он тебе был бы должен. Он питается от благовествования. Ты ему должен. А не он тебе должен за то, Что ты его накормил. Сейчас братья поедут благовествовать. Благовествовать. Вчера я слушал, Юля смотрела, В ютубе Игнар Тихонович выставил беседу С Сергеем Козловым. И вот Сергей Козлов, Вот этот парализованный мужчина, Уже ждут они его там, И беспокоятся, Что бы там приготовить. Жена, Жена, он говорит, Матушка, что ли, Я думаю, Он жену так называет, Или говорит, Что вы, Мать его, да, Беспокоится, Что бы ему там приготовить. А Игнатипович отвечает, Просто там рыбы, Если уж хотите угодить рыбам, Если совсем хотите угодить, Рыб карася в Альге, Если сами не съедим, То увезем. Если не будет пост, То есть мы это посмотрели. И вот они считают это за честь, Принять в благовестниках. Это вот прямое повеление. И причем, Они будут эту рыбу есть, Не потому что им там дар дали, А потому что они питаются От благовествования по заповеди. И перед этим написано, Разве священодействующие Не питаются от святилища. То есть это нормально. Вот и сейчас Священнослужители питаются от десетины. И не надо питаться ни от треп, Ни от таяц. Если, допустим, Взять американские общины, Протестантские, Там какие-то, Вот я читал, Иудейские общины делают, Там люди, Верующие в синагогу ходят, Протестанты ходят. Там показывают, Что сами священнослужители, Вот это, Там раввины, Там пасторы, У них проходят Такие большие суммы От пожертвований, Что они сами уже могут Разбогатеть Просто от пожертвований. Там уж не надо говорить. Я слышал, Что вот есть паста, Такая зубная паста, Колгеет. Кто это? Ее, наверное, Уже все знают, Колгеет. Колгеет Тотал, Колгеет, Колгеет. Я слышал, Что основатели, Руководители этой компании, Хозяин верующий, Какой-то протестант. И вы представьте, И он, И слышал тоже, Опять же, Слышал, Десятины платит Со своих доходов. Вот представьте, Какие суммы Отдаются В их общины. Значит, В Америке, Вот мы, Уже мне, Алексей Акулов, Мой, Ну, Я сказал, Друг, Такой, Говорил. Ну, Друг это как Второе я, Он не второе я, Конечно, Он не православный, Но мы с ним работали, И хорошо с ним ладили. Всегда. Он говорит, Что у них есть протестант, Настолько богатый, Паста, Что позволяет, Как банк, В ипотеку Своим членам церкви Дает квартиры. То есть, Не как в другой ипотеке, Не в банках. К нему обращается, В долг он дает эту квартиру, Ему выплачивают. Но он это делает почти без процентов. То есть, Дает тебе возможность, И ты вот в течение какого-то времени Будешь выплачивать эту сумму. Почти не суммы, Это по-божески. То есть, Он как банкир уже выступает. То есть, И это делает верующий. То есть, Представьте, И это все вот на пожертвование Существует деятельность. Поэтому, Вопрос о том, Что, Где брать церкви деньги, Если не продавать свечи, Вопрос вообще там так не стоит. Они занимаются проповедью, Как там они уж проповедуют Христа, Не по-православному, Но люди при этом обращаются, Веруют и жертвуют. И это является, И пастыри питаются от пожертвований, А благовестники питаются от благовествования. Вот. Не ты, говорит, питаешь его, Но делай его, Благовествование питает. Вот так. Жить от благовествования, Поясняется. А не торговать, Не богатство собирать. То есть, Благовестник тоже должен, Давайте сейчас мне много денег, Или я же благовестник. Нет. Тут написано, Чтобы жили от благовествования. А что такое жизнь? А если это христианский благовестник, То имея питание и одежду, Будьте, говорит, довольны тем. Вот и, собственно говоря, Для чего. Вот на питание, на одежду, Ну и кровь, естественно. Одежда это и есть кровь, Только мы на себе его носим. Когда жаркие, в странах, Там на улице показывают, Лежат прям пластилил, И лежит все, там тепло. Там и кровь, по сути дела, не нужен. У нас в Сибири по-другому. Нам одежды не хватит, В минус сорок. Комментарий. На этом моменте, Кто что может добавить? Давайте. Вопросы какие есть? Вот так и Господь повелел Проповедующим Евангелие Жить от благовествования. У кого какие есть вопросы на эту тему? Давайте зададим их. Есть вопросы, сомнения какие-то? Нет, нет. Жить от благовествования. Все понятно, что такое Жить от благовествования? Да. Ну и все. Тут нет вопросов, Это так и все. Да, так. Вот. Не от рук своих, Не от трудов рук своих. Здесь такое, Я живу от трудов рук своих, Никого не ворую, Ни у кого. А тут никаких трудов рук нету. Тут благовествование, Это слово. Служитель слова, Служитель языка. Но здесь можно еще и получить, Конечно, по шапке, Если ты не туда попадешь, Ни в ту страну, Ни к тем людям. За слова ты будешь еще и отвечать Своей шкурой. Как апостола Павла, И били, И гнали его. А он что? Он шил палатки, Но он получал за свои слова, А не за то, Что плохой подал, Какому-то плохую палатку продал. Он получал только от благовествования. И питался от благовествования. Комментарий. И.Л. 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 Сегодня от благовествования Не живет, наверное, Ни один православный пастырь. Ни в России, ни за рубежом. Вот тут написано православный. Потому что протестантских Мы другое слышим, пастыря. Живут за исполнение треб, За служение, Но только не от благовествования. Жить от благовествования Означает, что человек проповедует, Обращает души ко Христу, И обратившиеся, Лидии и Дионисии, Приглашают проповедника к себе в дом, Где он и питается. Только согласно этого критерия, Видно, Что сегодняшнее православие Совершенно не евангельская вера, Не первохристианская, Не первоапостольская. И пастыри, Не проповедующие благую весть О искуплении, В крови Христа Недостойны пропитания. То есть, получается, Пастырь не проповедующий, Не выполняет свою миссию, Свою цель, роль, Которую ему Бог дал, И недостоин пропитания. Но пропитание находится Все-таки у пастырей. Говоря, Вот какой можно сказать Комментарий на комментарии, Совершенно не евангельская вера, Не первоапостольская. То есть, В церкви, В православной, Сохраняется у нас священство, Сохраняется у нас Апостольская преемственность Вот эта И таинство церкви. То есть, Говоря, что это не евангельская вера, Чтобы не было таких перетолкований. А если не евангельская, Значит, Сатанинская там вера. А значит, Я пойду к протестантам, Они же проповедуют. Нет. Здесь речь идет, Что нету евангельской проповеди. А это не совершенно идет в разрез С первохристианской, С первоапостольской позицией. Поэтому люди у нас В большинстве в храм заходят И даже не знают и веры, И не истины, Ничего не знают. Игнать, Тихо, Говорите. Вы поднимали руку? Поднимал. Тут дело такое. Андрей Кураев Как-то говорит, Что Патриархия Подвергается жесткой критике Со стороны Игнатия Ивановича. И на отношение к моему священству Вполне объяснимо. Не оправданно, Объяснимо. Относиться он по-другому, Они по-другому бы относились. Я же изо рта у них хлеб вытаскиваю. Как они могут по-другому относиться-то? То, что они живут, И живут чрезмерно богато, И живут, меняют кадиллаки, И такие толстые, Пузатые попы, Ясно дело, что он не голодает. Они проповедуют, Не благовестуют. Он вообще не проповедует. Это вопреки евангельского слова, Вопреки практике сарковной. А я говорю, они недостойны пропитания. Да как же служить? Пусть его проповедует. И служит. Разве служение Богу Павлу Препятствовало быть проповедником? А он богослужение вел, Апостолу вели богослужение. Выделить богослужение, А теперь особый класс, А они, монахи, молятся за весь мир. А я еще молюсь, за всех собак, что ли? Чего-то вы взяли, Чтобы за весь мир молитесь? Я его спрашиваю, молишься, монах? Молюсь, за весь мир. Я спрашиваю, а такого президента поминаешь? Нет. А такую страну поминаешь? Нет. Так выходит, у тебя ничего и нету. Да еще и работы у тебя нету. И благовестия нету. Ты же натуральный паразит. Паразит в квадрате. Паразит со стороны, Что не работаешь, И дальше не благовествуешь. Ну и тут на соблазн народу С таким вот пузенью вывалился. Ты мог это не делать-то? Не нажираться до такой степени-то, Что все лопается на тебе. Ян Златоус высмеивает их таких. Как будто тебя, говорит, Жертву принести собрались. Жирного такого кабана. Как будто город приготовился к осаде. Люди-то, глядя на вас, скажут, Вы совершенно неверующие. Куда же ты такую мамону-то разбухал? Пропитание? Ну не обжорство. Достоин пропитания, Но не обжорство. Пропитание, Это все молекулы, Калории должны вырабатывать, И больше ничего не надо. Понятно их отношение ко мне, Они по-другому относиться и не могут. А если были они верующие, Они бы уходили за сердце, Не за грудь. И стали бы делать так, Как я им говорю. А я говорю только по Евангелию. Поэтому Их отношение понятно. Вот Андрей Кураев, Это единственный, Который из священников Это увидел. И увидел пронзительно ясно, Вот когда он говорит, Что Игнатьеву наплевать, Что о нем говорят. Ему наплевать, Какие-то высказывания, Там наши соборы, Там прочее. Библия говорит, И она там все. А мне не наплевать. Я думаю, Что обо мне скажут, Какой епископ что скажет, Я заведую о его свободе. А я этого слова Свобода даже и не знаю. Я просто живу на живой, И горбачусь перед ними. Я вижу, Что должны проповедовать, От благовестия жить. Я говорю, Оправдай эти слова. А вы живете от благовестия. Нет, я живу со своей пенсией. Павел говорит, Мы имеем право, Но не берем. Я не беру нигде. Я за проповеди, За 50 лет ни одного рубля не получил. Нигде. Почему? А у меня хватает всего. Я работаю. У меня все есть. Живой, экономно. Сестры, братья приносят что-то. Сегодня, Сестра Лена, Такие прекрасные у меня. За всю зиму никто не принес. Не было помидоров. Маринованных. Другие, Орешки, Вот все, Меня Орехами этими, Кедровыми подкармливают. Другой еще что-то. Кашку подсунуло сегодня. Идешь, Идешь, Себя накидали. Ну, как нищие, Живем-то. Но я не прошу. Я не беру. Обижаются. Мы сыты. И поэтому для благовестия мы открыты. Благовестие, Это не только ногами ходить. Сегодня другие средства есть. И это должно все оплачиваться. И Бог так делает. У меня интернет, Конечно, Не очень быстрая закачка, Но я не плачу за него. Человек не нашего круга. То есть, Не член общины. Вызвался, Взял меня на машину, Поехал, И давай все, Оформляй документы, И компьютер. Другой компьютер купил. Народ-то какой, Золото. Я на преподаве В университете, С университета прихожу, Пурга такая, К крысу там подбираюсь, Говорится, Ощупить, Ночью-то. И стоит ящик какой-то. Ну, Заноси его, Что тут за ящик-то? Я же не думаю, Что это взрывное устройство какое-то. А что, Новый монитор. Да он деньги стоит. Я покрутил, Покрутил, Игорь его отдал. Дывнул. Сами все делают. Я сейчас только узнал, Видите, Я тогда пришел, Вот здесь вот сидел, Прошлое занятие, И у меня ключ попросил, Ну, И пошел. Я поставил все, Я говорю, А как там это, Подключено? Все подключено. Старый принтер. Пришел, Ничего не подключено. А что? А он установил, Новый купил. Новый. И там, Оказывается, Тот-то и не нужен, Тикар стоит где-то. Заменили внутри. Я думаю, Там рублей 500, Или кто-то. А надо мной смеился, Везде. Ой-ой-ой. Он говорит, Внутрь только его поставил, На 26 тысяч. Только внутри. Не считая, Вот это, Что оборудование купили, Колонки 3000, Вот эти наушники, Я ни копейки не платил. Я не прошу, Я умоляю, Не покупайте. А вас никто не спрашивает. Вы для людей делаете, Для людей. Надо, Чтобы хорошего качества было. Я отступился, Все. Повторяю, Не прошу ни копейки. Нигде. Вот это дом, Все проще. Я не прошу. Почему? Ну, платят, Положим, То сколько? 300 рублей. Я даже не знаю, Сколько платят. Ну, платят. Я ее в глаза не вижу. Вот она, Счет, Деньги поступают. Я ее в глаза не вижу. Не надо мне. Но я не плачу, И за свет не плачу. Я государственный человек. Это Бог так сделал. Вы гляньте, Вот на столе лежит, Вы думаете, Это что? Вот один экземпляр только соберу, С каждого вот это. Это 20 тысяч 100 рублей. 20 тысяч. Я 10 экземпляров собрал, 10 полных комплектов. 200 тысяч. А если 100? 2 миллиона. Так их не 2 миллиона, Не 10 тысяч, А у меня тысяча. Считай теперь, Какие миллионы вкладываются. И где? А денег нету, Все, Бог сделал. Бог. И сейчас ехать. Сегодня вот пришли, Все, Надо оформлять документы, Чтобы 6 тысяч евро. Евро, 6 тысяч, Голова кругом. Думать не надо, А как это будет? А не знаю, Завтра к утру должны быть. Мы должны представить счет. А нету. Вообще нету. Незнакомые люди. И как? Не знаю. Совсем не знаю. И будет. Абсолютно, Сто процентов знаю. Будет. И вот утром, Завтра, Он должен за мной заезжать. А у вас есть, Вот заплатите. Было неделю назад-то. Было. И отказался. Вот. Отказался, И все. Деньги в руки мне сунули, Я обратно возвращаю их. А завтра они вот так нужны. И завтра опять будут. Вот чудо-то. Вот это само Большое чудо, Чем то, Что я написал. Я каждый день ощущаю это. Вот это жить от благовестия. Я лучше всего могу доказать правдивость этих слов. Правдивость. Доверься Богу. Священники ахают, Не могу заплатить за храм. Не хватает денег. Я никогда этого не говорю. Вы меня не слышите. Я ехать, Я знаю, Что я объявил. Сегодня скроют кассу. Все согласились. Завтра мне ехать. Тысяч 50 надо готовить на визы. 50. Так это мы и что. Сразу следом готовить 50 на переброску материалов. 100. 100. Теперь 2 же 5, Это 4, 5,6,30. Например, 300 тысяч сразу готовить в евро. Переведенные в рубли. Ну и немного, и мало. Хотя бы 350 рублями. 350 тысяч. Тысяч. Вот во что обходится эта поездка. И будет, будет. И не обеднее, И не грамма даже. Наоборот, богаче стану еще. Чудо божье. Я так поднимаю руки, Глаза закрываю. Господи, Как же отвечать-то за все это? Я его ощущаю живого Бога. Живого Бога, Которому молюсь, И тут же ответ. Там ответ сразу же при том. Только сказали, Уши осмотрели, Уже с Санкт-Петербурга посылка пришла, Суховой аппарат. Он не тот, будут смотреть. Но он уже вчера полученный. Володя сбегал. Побежал без доверенности, Без всего-то нельзя давать. Выходит, Заведующая как на тебя спросила? Ну, она у нее спросила, Говорит, что Сползнул шесть, Дай, говорит, все. А она говорит, что Дай. Дай, и все. Все? Выдай, выдай. Выдай, да. Все принес. Посмотрел, Мне не надо это. Но главное-то, Люди какие. Это молитва. Надежда, Что-то хочешь сказать. Петая неделя кончилась, да? Давно уже кончилась. Я поближе сяду, Чтобы слышно было. Давай, давай. Илья Ильич, Вот Вы на прошлом занятии Говорили, Что должен звучать Обличительный голос. Да. Вот такая сразу была. Но обличение, Я вот случайно, У Николая был открыт компьютер, Я случайно глянула, У него там было на таком месте, Что такое обличение? Обличение от слова личность. То есть глаза в глаза. Когда человек обличает, Он всегда глаза в глаза обличает. Пусть там даже есть посторонние, Но вот эти два человека, Обличающие и обличаемые, Они должны быть рядом. Ложь. Что даже не говорил еще. Апостол Павел пишет послание, В глаза не видит, Отхлоенных, Мне сделалось известно, Он даже никого не знает, А там какие-то были, Что у Вас есть такое блудодеяние, Которого нет у язычников, Отлучить его вместе со мной, Предать сатане. Он на весь мир Его, этого человека, Опозорил. Да? Так это две тысячи лет, На всех языках мира, А он его в глаза не видел, Вообще не видел. Не правда это, Это даже продолжать не надо. А пророки обличают, Через тысячелетия вперед. Это пророческий глаз. Он в глаза его не видит. И Иоанн Креститель не видел Ирода, Но пострадал от него. Он ему говорил, Не дожил, Он его ирод нет. А потом уж когда-то увидел, Когда его уже стало хватать. Это неправда. Совсем патриарх Тихон Ленина не видел. Не встречался. А он такое написал письмо, Вот это обращение со наркомата. Ленин сидел, От злобу задыхался, Не знал, что сделать. Это неправда. Пророки обличают, Через столетия. Иногда Иеремия сидел, Писал, А Варух Переписал. А у Варуха отобрали, Принесли царю. И он резал и бросал в огонь. Они друг с другом не встречались. А он его обличил на такой степени, Что он его в ров с грязью сбросил. Откуда это взяли? В глаза. В глаза это вот когда вы двое, Знаете, соседи. А когда мы пишем где-то Обличительные письма, Павел говорит, Слово Божие для обличения, Для наставления. И обличение не выделяется. Наставление, Научение. Уходит обличать надо в глаза, А научать можно только поза глаза. Этого нет, Ну там через запятую идет-то. Это выдумка. Не позволяйте, Выдумка в господствует над нами. Это не от благослова. Где бы он это ни считал. А если Затаус сказал, Ошибался. Ошибался. А если Савор сказал, Ошибался. Слово Божие превыше всего. Вопрос снято. А почему тогда написано, Обличаем и будут любимы. Не будут. И на них придет благословение. Вознавидят тебя. Это в Библии написано. В Библии написано. Обличаем и какие вопросы идут. Обличающие будут любимы. Обличающие, говорит, Разумного возлюбит тебя. Обличие кощунника, Возненавидит тебя. Что вы дальше-то не берете? Дальше дает пояснение. И на них придет благословение. На кого? Обличающих. На обличающих. А его не приняли. Это не важно. Он получит награду. А его будут любимы. А любимы там может быть в вечности, Когда поймут, Кого мы не слушали. Кто нам гладил-то? Не тот друг, Кто, говорит, медом мажет, А кто правду когда скажет. Златоуст, говорит, Я мирен. Но только заговорю, А не к войне. Все за оружие, Стрелы натягиваются. Да ведь ли не был пророком, Не был ли он столмопевцем, Не был ли царем, Избранником, Помазанником Божьим. А его ненавидели, Искали, убили, Гонялись за ним. Ничего подобного. Слюни распустил по бороде, И представился сумасшедшим. А царь, Он просто прогнал, У меня своих дураков хватает. Дурдом распустились здесь. Надо дальше считать. По одной фразе Священного Писания не строится. Надо все взять. Блаженный нищий духом. И все. А блаженный плач еще куда деть? По одной фразе не строится. Вся Библия должна быть в совкупности. Обличи, говорит, Разумно у вас любят тебя. Обличи, Еще все возненавидит тебя. Возненавидит. Они, говорит, будут любить. Ну, как же возненавидит противоречие? Не противоречие. Люди разных классов. Потому что там и написано, Не обличайте глупого. Да. А только мудрого обличайте. Нет. Ну, и узнаешь ты его, Глуп он или не глупый? Ну, по делам. Так вот, когда знаешь, Скажешь, а как узнать? Никак. Никак. Покажет себя. И тогда свиньям не бросай, Жемчуг. А кому ты говорю? А ты ему раз, когда он против, Теперь ты видишь, свинья. Поэтому там уже не говорит. И дикак после первого-второго разумления Отвращается. Ты ему два-то сказал, не принял. Это надо соединить. Ему не надо говорить глупо. А как? Ты узнал, видишь? Он нападает глупо и не принимает. Теперь больше не говорит. Первый раз я не знаю, кто. Тут толпа людей. Но из них выделились двое, Которые подошли на меня с ножами. Больше я ему не говорю. По Писанию. Писание говорит. Вот из Икиль 33 глава, Я рекомендую всем ее запомнить. Это сейчас в этот Великий пост, В этот Великий пост. Это моя любимая глава. А из Икиль 33 глава. Но там именно касается о том, Что Бог дает грешнику покаяние. То есть меня она очень сильно утешает. Конечно, ты должен трудиться, каяться. Но кто знает эту главу, Тот в отчаяние 100% не впадет. То есть скажет, Бог меня оставил, Бог там изрек приговор, Страшно на меня должен погибнуть. Вот кто знает 33 главу, Это лекарство для всех отчаивающихся. То есть не отчаишься, Но это ты должен, конечно, каяться. А некоторые, я каюсь, А Бог все равно меня оставил. Вот я хочу прочитать, Но это в то, Тут две части этой главы, Я прочитаю первую, Об обличениях, Что говорит. И обличение касается И во всего народа израильского, Так, без личности. Вот личность одна, Народ израильский. Их там тысячи, Миллионы, может быть, людей было. Из Икиль 33 главу запомните, Читайте, Это просто лучшее лекарство от отчаяния, Скажу вам. Из Икиль 33? Да, это просто шедевр. Послушайте, начало. И было ко мне слово Господа, Сын человеческий, Из реки слова к сынам народа твоего, И скажи им, Если я на какую-либо землю наведу меч, И народ той земли Возьмет из среды себя человека И поставит его у себя стражем, И он, увидев меч, идущий на землю, Затрубит в трубу и предостережет народ. И если кто будет слушать голоса трубы, Но не остережет себя, То, когда меч придет и захватит его, Кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, Но не остерег себя, Кровь его на нем будет. А кто остерегся, Тот спас жизнь свою. Это жизненная ситуация. Если же страж видел идущий меч, И не затрубил в трубу, И народ не был предостережен, То, когда придет меч, И отнимет у кого из них жизнь, Этот схвачен будет за грех свой, Но кровь его взыщет от руки стража. То есть страж виновен, не предупредил. И тебя, Сын человеческий, Я поставил стражем дому Израилеву, И ты будешь слышать из уст моих слова, И возумлять их от меня. То есть, вначале привел пример, Житейский, как вот страж охраняет город от врагов. Но здесь речь идет о грехах народа. И вот именно Иезекиэля поставил Господь стражем народу Израилеву. Для обличения их. Когда я скажу беззаконнику, Беззаконник, ты смертью умрешь, А ты не будешь ничего говорить, Чтобы предостеречь беззаконника, Отпусти его, То беззаконник тот умрет за грех свой, Но кровь его взыщу от руки твоей. А при чем тут я? Он же беззаконник. Он беззаконник. Он не покаялся. Бог изрек беззаконник, ты смертью умрешь. А я-то тут при чем? Нет. Мне Бог поставил задачу обличить беззаконника. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, Чтобы он обратился от него, Но он от пути своего не обратился, То он умирает за грех свой, А ты спас душу твою. То есть понимаете в чем дело? Обличение тут ставится не просто в самохотение. А вот я обличил или не обличил, Или я боюсь, что... А как ко мне люди скажут? Тут уже не до шуток. Сам Бог тебе приказ дал. Понимаете? То есть я уже обличаю не потому, что я хочу его обличить, А потому что у меня ноги дрожат от страха Перед тем, кого я должен обличить. А я должен все равно обличить. Вот как Господь послал пророка Иону. Иди, говорит, и обличи Неневию. Он настолько испугался, что в океан пытался от Бога убежать. Потому что страх. Страх простой человеческий. А потом пошел и начал выполнять волю Божию. И ты, сын человеческий, скажи дому Израилеву, Вы говорите так, преступления наши и грехи наши на нас. И мы истоеваем в них. Как же можем мы жить? Скажи им, живу я, говорит Господь Бог. Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Зачем умирать вам дом Израилев? Вот 11 стих я обслал, золотой стих этой главы. И ты, сын человеческий, скажи сынам народа твоего. Ну это немножко по-другому. Вот что я вам хотел сказать. Тут, конечно, дальше очень хорошие слова. Но к тему обличения, это вот именно стихи, которые мы прочитали. Уже это приказ, понимаете? Если ты видишь, что брат твой согрешает, и ты ему ничего не сделал, не подошел, не исправил, ты будешь виновен. И я это отнес к себе, потому что не только Бог дал пророку, вот пророку дома Израилева, Иезекиилю, вот такой приказ. А я думаю, что это каждый христианин должен на себе нести эту миссию. Если ты видишь брата во Христе погибающего, и ты ничего не сказал ему, а ты понимаешь, что он грешит, и в тебе это вот есть. У меня есть там один молодой человек в общине, который иногда я так тереблю, но по любви к нему. И я вот сейчас в таком задумке, как к нему подойти с одним вопросом. Вот у нас Никита Устина, хороший мальчик, ну просто служитель там, все. Ну вот у него браслет на левой руке. Часы, ну часы можно сказать, они нужны, да, посмотрел время. А рядом висит браслет, знаете, как женский. Но вместо бусинок, там на каждой бусинке иконка. И вроде бы иконка, это хорошо. Но я говорю, а браслет-то тебе зачем нужен? Я напрямую к нему не подошел, потому что я его уже задергал по некоторым вопросам. Ну по мелочам, и все правильно было, и он согласился. А тут я боюсь подойти. Я подошел к его, ну наставнику, к Алексею Загуляеву, потому что он там живет. Я говорю, брат, вот ты видел ситуацию? Он говорит, да, я видел. Я говорю, и как ты к этому отнесся? Ну я подошел, сказал ему, а что это у тебя такое? Я говорю, а ты как относишься к этому браслету? Это может быть... Ну я думаю, вроде как нормально. Я думаю, ладно, подошел я к Виктору Андреевичу, попросил, может я неправильно понимаю, может это святость носить такие браслеты. Но я сказал Виктору Андреевичу, когда я уверовал, мне было лет 17, уже так, начал приближаться к Богу, я внутренне понимал, что руки должны быть чистые. У меня даже часы, я часы даже отказался от часов, потому что я понимал, что клейма вот этого, наручников никаких не должно быть. Вот сейчас у меня на сотовом телефоне время, и мне это вполне хватает. Вот. У меня руки были чистые, я уже, ну лет 19 точно, наверное, у меня руки. А тут вижу, мальчик, часы, да еще браслет, да еще второй бы сейчас одел. Сейчас другие одевают, какая-то Россия вперед, какие-то такие вроде бы тоже. Я подошел к Виктору Андреевичу, он говорит, нет, говорит, это не духовное, и надо это дело так не оставить. Ну, пока мы с братом не поговорили. И вот на мне вот внутренний долг, что я все-таки должен подойти к Никите и ему это сказать. Хотя у меня с ним хорошее отношение, а если я порву с ним отношения, а если он в ад пойдет? Виктор Андреевич сказал, да это начало греха только, только начало. Четки нужны, но я заметил, что некоторые как делают? Четку обмотают вокруг от руки, и она вот так свисает и идет такой, вот четочка такая, знаете, вот я святой. Четочка такая, знаете, на руках. У иудеев было, они делали себе там хранилище, воскрили, закон Божий вкладывали. То есть, вроде бы все началось с духовного, и ты должен сказать, сестра, ты умрешь, ты погибнешь, если ты брат во Христе у тебя согрешал. Сейчас, я всех вижу, если брат во Христе у тебя согрешал, а ты ему ничего не сказала. Он погибнет за свой грех, но ты погибнешь, потому что ты ему не сказала. Вот вы беседуете там с Леной Политыкиной, я иногда так, ну, по детской теме, да, что вот помоги, все. Ты совсем другая. Вот здесь, как будто, вот на занятиях ты, да вот надо как-то там это ласково. Лене, ты прям четко режешь это, ты неправильно поступила здесь, там вся. Совсем другой человек. Почему? Вот эта какая-то волна уходит от тебя, ты становишься нормальной христианкой, все. И я вижу, прям правильно говоришь-то. Ты, и действительно, ты хочешь ее предостеречь, потому что ты крестная, ты несешь ответственность. И это так и заповедано в церкви, что мать там запурхалась, там какие-то дела, все. А крестная, она как бы на контроле, нейтральный человек, третейский судья, и может как-то подсказать. Вот здесь ты абсолютно правильно поступаешь. И если, допустим, тебя твоя подопечная не послушается, ты скажешь, а я что сделаю? Ты сделала уже. Ты сделала, ты уже сказала. А там уже твоей власти нету, там власть родителей. Я сказал, сестра. А я хочу сказать о том, что вот сейчас, когда Надя спрашивала у Игнатия Тихоновича вот эту ситуацию, что в глаза, в глаза, когда вот тогда будет обличение. И вот сейчас ты хороший пример привел в том плане, что как написано, Иезекииль поступал, ноги дрожали, все дрожало, но он обличал. Поэтому Игнатий выполняет волю Божью. Волю Божью обличает священников. Мы и все, кто тут сидит, у нас такого нитя не хватает даже и вообще у нас. Мы не имеем права. А Игнатию дано. И то, что он обличает. И то, что это... И он это должен делать. Он должен делать. И все, что он им говорит, они должны это со злобой принять или скротостью. Это их уже право. Но вот это самое главное, самое главное, вот это вот, все его вот эти, по всем главам, которые написаны, его комментарии. Я считаю, что Игнатий выполняет такую миссию, такой огонь принимает на себя. Это как на амбразуру, это идешь с открытым, без всякого даже, это предохранение. Поэтому это нужно, как-то надо себе, вот это у нас, конечно, волосы длинные, а ум короток. И я считаю, что у нас мозги не настолько развиты, как у братьев. И вообще-то нам нужно как-то немножко прислушиваться и себя как-то, как-то себя хотя бы одергивать. И мы еще какие-то замечания делаем. Такое великое дело. И мы встаем, мы встаем на амбразуру, еще вперед Игнатия, что вы делаете, надо тет на тет с этим священником сидеть. Как он сидим и сидеть, всю жизнь прожил и видел, как они поступали. Какие глаза, когда у него все внутри кипит у всех. И все, кто мы видим, если это Бог открывает Духом Святым. Говори, Сиди. Шесть лет назад я написал стихотворение. Называется оно «Обида». Но тут как раз... Как раз про обличение. Обязанность святая обличать, чтоб не погибнуть вместе с обличаемым. Обидно обличение принимать. Обида – чувство только в погибаемом. Ты запахом живительным на жизнь. Благоухай везде, всегда и всюду. Ты Слово Божие никак не повреди. Не бойся потерять такого друга. Такого друга, что не принимал слова Христа. Пусть смертью они пахли. Ты Словом Божьим друга обижал. Без этих слов душа его зачахнет. Зачахнет друг, потащит за собой. Ты сразу отсеки. Пусть даже будет больно. Он другом был. Теперь он не со мной. Отрекся слов Христа он добровольно. Обида – чувство не для христиан. Христианин не должен обижаться. Благодарит обидчика всегда за то, что помогает исправляться. В его лице, быть может, сам Господь. А я замкнусь, обижусь, не раскаюсь. Обида – это самость, это плоть. Как часто об нее я спотыкаюсь. О Боже, я споткнулся, я упал. Как савла с неба свет меня осветит. Меня мой друг с любовью обличал. А я неблагодарностью ответил. Вот Людмила Степановна сказала такие вещи. Во-первых, мы там братья, что у нас ум короткий, волос длинный. Но это сравнение ее. Женщины показывали образцы такие, что мужчинам не дорасти до них. Поэтому сильно не надо себя. Во христиане нет ни мужеского пола, ни женского, если говорить о вере. Поэтому Господь может разумение женщинам давать выше, чем у мужчин. Поэтому это надо отмечать сразу. Хотя есть в церкви порядок. Мужчина – глава. То есть это первое. Второе. По Игнатихнычу говорила. Мы не имеем права. Он имеет право. Ему дано. Я бы сказал, дано больше. Право имеют все. Но ты имеешь в себе вот это дерзновение, знание такое, чтобы подойти и сказать? Не все это имеют. И поэтому, если ты имеешь знание, если ты любишь сердцем, написано как в молитвах, молимся за братьев наших священников. Я вот когда на русском языке читал эти молитвы, меня коснулось, думаю, ничего себе, это же священник. А там написано, братьев наших священников. То есть во Христе он мне брат, а по служению, по миссии он священник. И если ты его любишь как брата во Христе, и ты видишь его ошибки, то, конечно, ты обязан подойти к нему и помочь ему, и его обличить. И поэтому в отношении московской патриархии, вот сейчас смотришь, допустим, просто бывает жалко. Не то, что там ненависть какая-то к ним, а вот чувства – это благодатные чувства. Это не от того, что я там святой или кто-то. Просто Господь по своей любви даёт в сердце вот это чувство жалости, жалко людей, как они вот не видят ничего. Бывает, конечно, раздражение подходит, гнев – это всё человеческое, греха. А вот Бог даёт благодать, и ты понимаешь, жалко священник, ведь не туда идут, не тому учат, ведь они будут наказаны. И имея вот эту жалость и любовь, разве ты не подойдёшь и не обречишь, не поможешь им. Сейчас шум будет. Давайте. Вот, поэтому дано, если дано, то дано. Если не дано, ну как не дано? И ещё в такой момент, а дано ли тебе? Может, ты ленивый, раб и лукавый? Вот ещё такой, открою маленький секрет про себя. На молитву становимся стопоклонную и ждём, что Господь ответит. И вот, а что, я думал, ну что-то сейчас ответит. А обычно приходят какие-то цитаты из Библии, там тысячи цитат, да? И вот в этот момент какая-то тебе цитата откроется, и мы понимаем, что да, это глаз Божий. И у меня были как-то страхования, молился, и мне такой глаз вот был, не бойся, только веруй. Вот события были, я думаю, что же такое всё события вот эти начались. Я думаю, Господи, а что это такое, что-то как-то страшно, всё. И мне мысль такая устойчивая, не бойся, только веруй. Откуда это? Тысячи мест, сколько читаешь в Писании, не бойся только веруй. И я как-то раз успокоился. А вот тут молюсь, ну, там отдельная история, там покаяние приношу за своё, вспоминаю жизнь. И молюсь, и такое место Писания, ленивый, рап и лукавый. Вот всё. Я думаю, ну почему всё вот так у меня, не так? Ленивый, рап и лукавый. Вот мне такое открылось. Я ничего не подыскивал как-то. Просто ленивый, рап и лукавый. Я говорю, вот, аминь. Вот с этого и надо начинать. А ленивый, рап и лукавый кому сказал Господь? Это когда выдворял, что дал таланты, а он там не зашёл, не в брачной одежде. Ленивый, рап и лукавый. А, ленивый, ленивый, это таланты не использовал свои, ленивый, рап и лукавый. Я приумножил. Да. На тебе твоё. Вот. То есть я свою характеристику увидел, что ленивый, рап и лукавый. А что, это приговор мне? Это предупреждение мне. Предупреждение, что я стою на этом пути и я могу с этого пути сойти, если захочу. Потому что написано в 33 главе, 11 стих, я не желаю смерти грешника. Если Бог не желает смерти грешника, а кто его желает? Значит, я сам себе желаю своей жизни. Поэтому ещё на акцент к обличению мы скажем. Обличаем мы не потому даже. Два вида есть. Три вида служения. Первое, это раб. Второе, наёмник. Третье, сын. Мы, если не будем по любви там всеобщей к человечеству, по любви там к брату, я не буду обличать его. Что я там его сильно люблю, восхищаюсь, что он мне брат. И это так должно быть. То хотя бы из рабского вот этого повиновения, что не дай Бог, если я его не обличу, не дай Бог, мне Господь даст потом вину. Вот как по-рабски хотя бы надо подойти и обличить, да. Ну, обличить тоже там куча вариантов. Можно обличить там наорать. Я возвращусь, что Надежда Ивановна сказала. Она, видимо, то место открыла, где написано, когда брат против тебя согрешит. Вы говори, мы наедине. Вот с глазу на глаз. Если он против тебя согрешит-то, вот это не... А мы-то говорим вообще, пророк обличает... Вот. В данном случае, да. А если они послушаются, опять же, с глазу на глаз, уже возьми двух-трёх братьев-свидетелей. Против тебя, против меня он согрешил. А тогда они послушаются и третий раз, опять. Теперь я объявляю всей церкви. А если они послушаются с третьего этажа вниз головой. Образно, конечно. Да будет, как мытарь и грешник. Нам нужно знать своё место. А как это непросто? Вот мы поехали, мы трое. В прошлом году мы едем. Я стараюсь в должности распределить, кому молиться, до какой молитвы, в какое время. Всё распределённо. Но следить за задней дверцей, которая... Мы же едем-то газель, она грузопассажирская. Заднюю дверку не видно. Я начальником не поставил вот этой дверкой никого. Открывает ключи, у всех есть. Мы свернули в сторону. Открыли, поели. А машина доверху набита. И откроешь, они в ящике вываливаются оттуда. Всё, вываливается-то. Я не сказал ничего. Я сел. Николай за рулём. Третий наш сотрудник сзади. И он её не только не закрыл, не хлопнул, на ключ не закрыл. Вообще не закрыл. Даже не хлопнул. Она совершенно открыта, но, видимо, она была... Там, который стопор, так, чтобы она... Дверка-то не хлюпала-то. Едут. Нас обгоняет машина. Одна из машин мигает и показывает. Мы говорим, что он показывает? Да не знаю, наверное, что-то такое где-то есть. Едем дальше. У нас дверка открыта. Мы едем с грузом миллионным. И дверка совершенно открыта. Второй проезжает. Мы тоже ничего помахали ему в ответ. Мы думаем, он нас приветствует. Нас так любят. А они показывают. Поворотые. У вас открыто сзади. Когда третий уже помахал, машет и остановитесь. Мы остановились, что-то посмотрели. А шли, дверь открыта. Знаешь, вот говорят, инфаркт бывает. У нас чего-то бывает всё же. Теперь давай проверять, что за это время выпало. А мы ехали по холмам. Кверху, книзу, наклонная машина. Только открываем, где на остановке. Оттуда уже вещи выпадают-то. Давай всё смотреть. Что последнее мы ложили туда? Дальние вещи тогда не выпадут. Первая к дверке-то. Всё перепроверили несколько раз. Всё стоит на месте. Какой ехать-то? Закрывай машину, молиться начинаем. Прямо тут же у дороги. Ну, конечно, я обречил крепко тут. С сегодняшнего дня. В машину не садиться, пока ты не крикишь. Дверку проверил, на ключ закрыл. Дверку проверил, ключ закрыл. Должна быть дисциплина, и кто-то смотреть должен за этим. Я не смотрю. Вот это тот товарищ, друг и брат мой, сын мой, с которым я живу. На него и дом подписано, всё тут. Он что делает? Я записываю здесь, прошу записать, как ведут с детьми занятия. Прекрасно всё. Ты его как, стёр или что? Ну, когда удалять начал, стёр. И всё. Когда вернулись домой, он уничтожил это. Я тут приходил с детьми, занимался. Надя сидит здесь, пришёл. Да что ж ты сделал-то? Да как ты мог стереть? Ну, стёр. Ну, что теперь? Иди, молись. Давай думать, что делать? Я сразу на Надю Муху выхожу. Надя, у нас несчастье. Получилось так. Ты подготовь детей, мы за нами... Это повторим, это же не в космос лететь-то. Мы повторим. И что интересно, при повторе получается как бы обширнее. Даже лучше, но духовно принижено. Тут больше сухости. Понимаете? Я не могу это объяснить ничем. Так и получилось. Заново я провёл занятия с детьми, что я им говорил. А дети уже мои слова понесли друг к другу. Из этого они узнали только то, что им понятно было где-то. Теперь решили, Володя, что больше не было. Он сейчас приходит, собрание мне даёт. Я скачал. Он подходит. Скачали, скачали. Проверь, я проверяю. Там 2 гигабайта и 15 сотых. И тут так. И каждый раз ты должен сказать, благослови, стереть. И с тех пор он ни разу не стёр, пока эти слова не скажет. Иногда в день несколько раз. Опять подходит. Благословите меня, стереть. Я говорю, тогда подожди, ещё раз проверю. Я сам себя уже начинаю проверять. Потому что это неповторимо. Собрание это не повторить. И занятия так, что были, тоже нет. И у нас всё. И там потери не стало, и здесь не стало. Всё. То есть сатана пытался пролезть из змей. Мы все щели замазали, закрыли и больше нет. Под водой прошли. И когда написано, вот третий не примет, а теперь... А когда просто согрешают. Согрешающих обречают пред всеми. Дабы прочие имели страх. Это тоже надо иметь в виду. А его здесь нет. Это не важно, здесь оно или нет. Он согрешил перед всеми. Перед всеми обречается. Перед всеми этот блудник грешил в Каринске. Павел перед всеми обречил. Тогда ты что считал, а только к первому месту это правильно будет. Можно это скажу? Ну-ка, иди сюда. Короче, сестра, только мы дальше сейчас пойдём. Там сравнивалось два момента. Сравнивалось обречение и, значит, осуждение. И там сказано было так. Если, значит, не в глаза в глаза идёт, даже не важно, пусть будет при людях. Ну вот два, там, человек обязательно должен быть два лица. Пусть будет при людях, окружающие будут. Вот. И, значит, если глаза в глаза нет, то это уже идёт осуждение. Это были два термина сравнивания. А, но его осуждение и в глаза будет осуждение. Мы сидим двое. И он начинает плести, чтоб попало. Я говорю, где ты взял-то это? А я обречаю. Я говорю, ты осуждаешь. Совершенно не знаю обстановки. Я от этого священника сейчас приехал. Только сейчас приехал-то. А ты говоришь, что священник этот выгнал меня, а нафигу предал. А он до обеда мне только звонил и говорит, когда к тебе можно в гости приехать? Что ж ты врёшь, что стоишь? Он не обречает, он плетёт. Это служитель дьявола. Всякая неправда, если дьявол и грех. Грех. Так что не всегда так сходится, хотя в большинстве, видимо, так и есть. В глаза. Это когда он против меня согрешил, я должен ему высказать. А было так, я всегда так и делаю. Я стараюсь иметься речи. На меня подали эти тогда в газете, телевидение было. Я приехал тут и стал с ними разбираться. Они ко мне на дом приехали. ГТРК. Заместитель Масолов. И пообещали такое поставить репортаж, обо мне хороший полагал. Я говорю, мне хороший не надо. Вы ещё не приехали, уже хороший. Да какие вы работники-то? Вы ещё не были у нас в лагере так. Мне не надо хороший, говорите правду. И вот недавно, когда я Ритунский был, написал, а сейчас русский дом перепечатал Крутого, главного редактора. И он выслушал всё и говорит, Игнатий Тихонович, а я как? В Потеряевке гожусь, я скоро на пенсию, могу переехать. Я говорю, а он говорит, я не пью, не курю. Я знаю все правила. Я говорю, а как насчёт матов? Обойдёмся Бизонова. А я ему отвечаю, печатаешь о нас давно, уже 22 года. Дальше ещё Потеряевку не начинали строить-то. В репортаже говоришь справедливый и не врёшь. Игнатий подумал и дал резюме. Подходишь. То есть я потенциально возможное поселение с Потеряевки. И это сейчас разнесли по всему миру. Его сразу сделали специальным корреспондентом. Этого Ритунского из Бамынской газеты. А я его, может быть, даже и обличал. Он говорит, не имеет никакой роли. Вот этого Андрея Кураева я обличал 120 раз. Он говорит, Игнатий меня по всем кочкам пронёс. Он не знает сколько, у него трудность. 120 раз я в книгах упоминаю. И он не обиделся. И даёт обо мне отзыв, тут же, с самой возвышенной. Вот я понимаю. Его, как бы Андрея не обличали, где-то что-то, он не от мести это делает. У него душа другая, чем у них, которые его обличают. Другая. Пошли. Тему с обличением закроем. Мы с ней регулярно на неё выходим по инициативе. Значит, напомним предыдущий стих, 14. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. 15 стих. Но я не пользовался ничем таковым. И написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Вот, напомню, предыдущий объяснил нам Феофилат, что питаться должны от благовествования. И те, кто питает благовествования, это для них должно быть не для предвозношения, а что это именно их долг питать благовествования. Но апостол Павел говорит, но я не пользовался ничем таковым. Вот так. Толкование. Я спрошу, что это закон такой не пользуется? Нет. Или только Павел для себя взял? Вот сейчас мы прочитаем толкование и порассуждаем. То есть, я не воспользовался ни одним из вышеупомянутых примеров, ветхозаветных, ни повелением Христовым, чтобы есть и пить ваше. Да бы кто не сказал ему. Что же, если ты не пользовался доселе, то хочешь пользоваться на последующее время? Почему и говоришь это? Спешит исправить такое мнение. Говоря, я написал себе не для того, чтобы так было для меня. То есть, чтобы мне брать от вас. Я, говорит, лучше соглашусь умереть от голода, нежели допущу, чтобы кто-нибудь уничтожил похвалу мою. То есть, объявил ее суетной и пустой. Сказал похвалу, дабы показать избыток своей радости. Иной, может быть, сказал бы. Он действительно не брал. Но делал это со скорбью и болью. Но, говорит, я настолько далек от печали, что даже и хвалюсь этим. Кто хочет ответить на вопрос Игнатих? А вот то, что он не брал, это что означает не брал? Денег не брал или за стол не садился, когда его угощали? Вопрос. Сейчас я применю к себе. Ну вот если по вам, то я думаю, что вы денег не берете, но за стол-то вы садитесь из опыта. Я думаю, здесь... Павел заходил и ел. Заходил и ел. Его, говорят, угощали, человека любивого. И он это принимал. Дальше Лидия, торговавшая в Багренице, пригласила, поводите ко мне. И она все приготовляла и ела. И Христос ел у Марфы и Марии. Так что та роптала мне приготовлять на такую толпу. И одну меня оставила. Ясное дело, что это не входит в то, что есть. Они брали деньги. И вот есть такой труд, учение 12 апостолов. Его считают апокрепом 12 дедаха. И там написано, тогда много было бродящих проповедников. То есть в определенном месте сожидался бомжик. Они ходили, проповедовали, говорили. Если он приходит, накормите его. Накормите. А если просит хлеба, дайте. Трудящийся, достоин проповедник. А если просит денег, гоните его. Это обманщик. Церковь выделила, что именно просит. Что ему надо. Не сиборитствовать за столом. А чтобы не умереть хлеб, а вода уже не умрешь. И вот мы, когда были в других местах. Я скажу, в Грузии были, в Германии в прошлом году. Где нас знали. Там, допустим, в Сербии. Они нам в карман толкали деньги. В Украине. Я сейчас посмотрел. Говорю, что-то оставалось. Там румынские деньги. Куда их девать-то? Посмотрели. А нам на середине 500 гривен лежит. Это же большие деньги. 500 гривен. Это больше, чем 500 рублей. Гривен. Она дороже стоит. Это люди давали. Дальше. Нам говорят, вот этот батюшка здесь. Он так против вас. А его матушка тут сидит. Которая души нещает. И она говорит, поехали к батюшке. Батюшка у меня примет вас. Мы приехали, правда. Он про меня говорил в храме в Украине. А тут вышел мой сним и все это заснято. И она тут же при нем побежала в дом. И трехлитровую банку меда. Пчел держит. А вытащила. Ну брать, не брать. Я отказываюсь. И видно, я отказываюсь. Нам и ставить некуда. Ну возьмите. Ну я так хотела. Ну взяли мы. Ну не умирать же от этого. Тактика-то меняется где-то. Ну мы ее не ели. Мы привезли сюда. И я разделил на три части Николаю, Виктору и мне. Но я-то не один с Володей. Мою третью часть я еще поделил попалом с Володей. А сейчас сказали мед делать. Одну и на три части воды и закапывать. И я этим медом начал закапывать. Думаю, он благословенный. Он хороший. Но не надо от этого умирать, если нарушено. Живут два брата. Касмай и Дамиян. Договорились помогать людям, служить. Не благовестники. Но нигде ничего не брать. И один из них, она пристала к нему. Ну возьми там яйцо, куринь. У меня больше ничего. Да не. И он взял. А родные братья. И тот узнал. Больше с тобой ходить не буду. Я сказал, больше никогда не пойду. Ты нарушил. Ну брат, прости. Она подошла. Я сказал, не подходи ко мне даже. Ну брат, ну прости меня. Что прости? Я всем наказываю. Даже не хороните рядом со мной. Ну разве это годится? Да когда верблюд заговорил. Верблюд заговорил и говорит, а ты его прими. Он хороший. Тогда тот смирился. Это нам что, все время нас верблюды окружали? Мирили нас? Ну не так. У нас сказано не брать. Не брать. Мы поехали. Со мной, она беспризорная, у меня жила. Я купил, когда домик на Никитинской. Тетя Тоня Бакланова. Один к трюм. Антонина Георгиевна. Когда меня судили, она была одна из всех, сколько людей было, которая все прослушала, что я насчитал. А это было две с полу тысячи часов. Не считая еще две с полу тысячи часов, которые интервью брал. Она одна была. Понимаешь вот? И она была, когда в Караганде со мной, они узнали, она одна, одинокая. Ее в сторону отвели, там, адвентисты седьмого дня. И ей деньги совать. Да, говорит, мне не положено брать. И сказали не брать. Ну возьми, ты одна, тебе там надо что-то купить. Она говорит, хорошо, я возьму. А потом куда я поеду? Как куда? Так ты же с Игнатьевым приехал. Он сказал, если возьмешь, ко мне уже не подходи. Я как раз из того стада верблюжьего. Но по-другому мне нельзя было. Я ее предупредил. И они от нее сразу отступились. А другим стали говорить, вот это дисциплина. Вот это понимать. Почему нельзя брать? Потому что рядом я. Она живет у меня на квартире. На квартире тут как хозяйка. Все у ней есть. Ни о чем, ни о чем нет. У нее пенсии нет, ничего нет. Она из подпольных христиан. ИПХ. И она другим дала этим пример. Я наказал, мне брать. Она не взяла. Прилет послушания. Хочу расставить моменты сразу. Видно, что мы как-то... Вот 14 стих, я бы сказал, дает общее правило для благовестника. Общее правило. Как? Что? Жить от благовествования. Кормят тебя, дают деньги. Но дают люди, жертвуют эти деньги. Благовестник должен их принимать. Потому что ему дают. Как благовестнику. Это не является грехом. Много могут дать. Там 100, 200 тысяч. Он благовестник. Он сам распорядится этими деньгами. Если ему дают, значит ему доверяют, что он их не проест, не пропьет. Даже если проест, ну сколько ты проешь там? В ресторанах что? Тогда ему и давать не будут. Но дают ему много. Это правило общее. Но у апостола Павла было внутреннее свое правило. Которое... И вот по которому он жил. И может быть он и жил по тому правилу, чтобы утвердить то правило. Но чтобы его не заподозрили, что то правило он вел только ради себя. Может быть это внутреннее свое правило он вел специально, чтобы то утвердить правило. Он сказал, вот это общее правило. А вот для себя я даже брать ничего не буду. То есть, но я не пользовался ничем таковым. А вот Игнат Тихонович, он выбирает тактику среднего, я так сказал. Между вот крайностью, прямо экстремальной крайностью апостола Павла, который вот все. И вот тем правилом, которое вводил апостол Павел для общего. Можно сказать, что апостол Павел брал. И брал суммы, которые сегодня можно измерять десятками миллионов примерно. Почему? Мне наказали апостола, чтобы я помнил нищих в Иерусалиме. И он везде объявлял сборы. Где бы ни был, везде объявлял сборы. Но воспользовался ли я чем тем, он говорит, я. Мне пожертвовали. Но хоть один рубль я воспользовался. Но он имел право воспользоваться для себя. Я имел право. Вот я в Америке. И я выступаю. Тут китайцы, корейцы, кого только не было. Я вышел во двор после этого. Ко мне подходит один, а можно вам помочь? Я говорю, мне не надо ничего. Ну, вы же деревню строите-то. Я можно вам чех выпишу. Он сразу выписывает, чех 5 тысяч долларов. А то деньги? Ну, а они уже знали. Я ни одного цента. Цент это у нас как копейка. До 100 долларов разделить-то. Они не могли скормить мороженого ни одного. Носки надеть, рваные заменить. Ничего не могли сделать-то. И поэтому они написали вот это лично. И на посылках написали. Но эти посылки тоже ушли куда-то. Для себя я не воспользовался. Я беру по максимуму, как Павел. Не среднее. Но, я понимаю, мы едем, люди дают на дорогу. Они дают для машины, не мне. Эти деньги мы тоже на бензоколонке везде отдаем. Для меня ни рубля нигде не попало. Нигде. А поесть я все время сытый. Вот, Игнатьевич пояснил. Ну, а тогда, вот что имеется в виду? Что желаю жить от благовествования. То есть, если жить не как по апостолу Павлу, то можно ли жить как-то иначе? Можно. Можно жить. И можно купить машину, жить в достатке, кормить жену и детей. А до Павла не брать. Ну, все. То есть, вот правило такое, что благовестник. И вот иногда, ну, я слышал о протестантах, конечно, такое. Но тоже, там один мне, вот недавно это совсем разговор был, там на прошлой, на позапрошлой неделе. Вот мы ездили в Горналтайск. И там ехали по работе. И вот он мне назад возвращается, выпил пиво. Хороший такой человек, мужчина, добрый такой строитель. Ну, язык развязался и начал говорить, а я был у протестантов. Мне не понравилось. Я говорю, а что такое? Я говорю, в чем ты был? Ты где был? Ну, я как понял, он жил в новой жизни. Там проповедь, там все у них есть это. Ну, там у них есть вот это гласолалия. Вот это языковое там у них есть. То есть, начинают они говорить на иных языках, как они считают. А что ему не понравилось? Он говорит, а вот на наших десятинах разбогател проповедник. Я говорю, ну, в чем вопрос-то? Ты платил десятину, ты веровал. А что ты считаешь его деньги-то? А он на нас наживался. Я говорю, ну, это значит, не вера твоя была. То есть, судя из его речей, что действительно у них благовестники могут столько пожертвовать, ну, им могут пожертвовать, что они и машину себе купить могут. Вот пример даже вот в новой жизни. Там одна женщина, предприниматель, да там их куча, я так понимаю. Троща вот была, тысяча мелочей, там тоже в новую жизнь хочет. Там деньги много, она взяла, там отстегнула. Он пошел себе, тут же купил машину какую-нибудь. И в чем? Ему дали за его проповедь, а она хочет дать, это ее деньги. А она дает ему, как благовестнику, ей проповедь понравилась, допустим, хорошая. Он раз, и он пошел себе машину купил. Да что ты читаешь? Или глаз твой говорит, зависли от того, что я добр. Ну, она доброе сделала. Но апостол Павел так не поступал. Он не покупал себе ни машины, ни коней, а он жил в нищете. Он минимум брал для себя, поезд там, а деньги, да, он использовал для этого. Игорь, добавить надо, что апостола Павла, как меня, у меня нет машины, но меня возят. И шофер у меня бесплатный. У апостола Павла было точно так же. Была охрана, посадили его на осла, повезли. Павел был не в бедности. Бедность, которая по нашим представлениям. Он всегда сидел, все у него было. Умею жить в избытке, умею в худости жить. Он поставил это себе за правила. Но в заначке не имел, ни на сберкнижке, нигде ничего у него не было. Он сказал, что мы ничего не имеем, мы всех обогащаем. То есть он вот в этой нищете галимой, что как в нужде не жил. Он умел жить во все. Я пример плотской приведу, плотской жизни такой. Ну, то, что сейчас Игнатик сказал. У меня вот опять же Алексей Акулов, его мама. Они в Америке сейчас живут. И вот там же богатая страна. И там у всех машина, как я понял. Там один брат у них инвалид. Ну, не суть. И говорит, мама, так давайте машину купим, выучись на права. А что она, женщина, ответила? Она родила 12 детей. Она говорит, я для чего вас рожала 12 детей? Вот когда мне понадобится, позвоню кому-нибудь и меня отвезешь. То есть она могла и на права сдать там, в принципе. Но принципиально уперлась женщина и сказала, нет, не буду сдавать. Я вас родила, если надо, я там далеко никуда и не езжу особо. Но позвоню, вы меня подвезете. То есть она вот это правило поставила. Никто не бунтовал. То есть вот это чисто телесный пример. А тут если духовные дети, тем более, то... Могут иногда квартиру подарить. Вот смотрят в окно, ходит человек Божий. И она мужу говорит. А вот человек Божий ходит, давай комнату построим. Давай ему там столик сделаем, компьютер поставим, чтобы все у нее было. Вы знаете, о ком говорю? Да. Елисей. А ком? Илья. А? Илья и Елисей. Елисей. Елисей, да. Елисей. Женщина-саномитянка там. И они построили, он лежал и лежит и думает, она столько добра мне сделала. Что бы для нее-то сделала? А у него где есть здесь слуга? Ну сходи женщину, позови. Она зашла, он говорит, так хорошо у тебя здесь и прохладно и все. А что бы тебе сделать-то? Проси, чего хочешь. А я среди своего народа живу, меня никто не обижает. Это если я окажусь где-то там, где ходят русских, москаля на елика, москаляка-нагеляка, крещат они там, то есть на гелятину его. А здесь не надо, говорит, для меня. А слуга говорит, у нее детей нету. Детей нету, он говорит, ну через год будет качать. Она засмеялась и такая, я говорю, еще. Уж я знаю, что ты пророк, но тоже надо думать, что говоришь-то. Нет у меня детей. Будут детей. И знаешь, чем кончилось? Когда дитя выросло и умерло, и она принесла, к нему на стерево положила, от тебя положила, не защела, но другой постели. Вот ты здесь, сказал, на своей постели лежал. Вот теперь ему занимайся. И он его воскресил. Видите, какие случаи? Бог дает. Иногда дарит. Но он для себя не воспользуется. Ему нужно, чтобы отдохнувшее тело было и другое, только для отдыха. Никакого избытка не было. Это разрешается. Вот дальше мы сейчас будем рассматривать характер Павла. Вообще правила, которые он вводит насчет благоествования. Конечно, к сожалению, для православных это закрыто. Вот эти дальше уже рассуждения, это вообще не касается православных священников, потому что они не благоествуют. Но это надо знать всем. Шестнадцатый стих. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Там ни о какой награде не идет речь. Это благовестие, это моя работа, обязанность моя. Вот. Толкование. Что ты говоришь? Похвала для тебя не в благовествовании, а в безвозмездной проповеди? Вопросы еще идут. Уже ли последняя лучше первого? То есть безвозмездная проповедь лучше в проповеди, когда тебе платят? Нет, говорю. Но благовествовать заповедано мне, это моя обязанность. И если я исполню ее, в том нет никакого совершенства. Но если не исполняю ее, горе мне, ибо много будут бит, как не творящий воли своего владыки. Лука 12, 47. Ну, можете пока найти, если. Проповедовать же безвозмездно дело свободного произволения. И потому дело похвальное. Слова необходимая моя обязанность сказаны не для отнятия свободного изволения, но для отличия от свободы брать и по страху наказание за неисполнение долга. Вот. Ну, как Господь сказал. Когда ведь все исполните, что вам повелено, скажите. Мы, рабы, ничего не стоящие бы сделали то, что должны были сделать. То есть это правило о наших добрых делах. Вот говорят, посетил кого-то, сделал кого-то. Ну, я же добрые дела сделал. Написано, что... И скажи, я просто сделал то, что я должен был сделать. Почему? Потому что написано, мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. То есть нам Господь дают благодать Духа Святого так, чтобы мы делали добрые дела. А за это мы спасение. А в другом месте написано, ибо помилование зависит не от хотящего и не от желающего, но от Бога милующего. От Бога милующего. То есть человек, судя даже по книге из Икии, 33 глава, ну, теоретически может вообще ни одного доброго дела не успеть сделать за свою жизнь. Или наоборот. Делать наоборот только одно злое дело. Но в последний момент бывает такое благословение. Он покается и ужаснется тому, как это сделал разбойник на кресте, как мытарь покаялся. Вот из Акхея вчера Акилина просила меня по нему рассказать. Я тоже подумал, столько зла, это просто глава налоговых сборщиков. Это ненавистный народу, это злодей. А однако взял и покаялся. Он, ну дальше Бог ему дал жизни, а вот если бы теоретически жизни не дал. И Бог бы его принял, помиловал. А он добрые дела не успел сделать. Богу не нужны твои добрые дела. Ему нужно, чтобы ты покаялся во зле в своем. А если тебе Бог даст время делать добрые дела, то ты делай их, но на них не надейся. Лука 12, 47. Раб же тот, который знал волю Господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. Бит будет много, да? Ну да, то есть это речь идет о том, что если волю не исполнил, бит будет много. Вот и все. То есть обязанность. Не проповедовал. Да, ты делал долг свой, выполнил. Комментарий И.Л. И.Л. Игнатий Лапкин. Христос заповедал благовествовать не только апостолу Павлу, но и всем своим ученикам. А где это доказательство? То есть мы все об апостоле Павле, о правилах, а всем заповедано благовествовать. Это вот Павел так поставил себе такое правило. И.М. 13, 8. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Неужели Христос изменился? Почему сегодня никто не говорит, благовествовать заповедано мне? Или не тому Христу стали служить? Вопрос. Вот давайте задумаемся над этим вопросом. Сейчас вот. Ну все нам понятно, что тому ли Христу. Мы некоторые считают, что служат Христу, будут убивать вас и думать при этом, что служат Богу. То есть вот пока смотришь на историю крестоносцы, крестовые воины, там Александр Невский православный. Те православные, те католики. И вот уже там идет бойня на Ладожском озере утопил католиков. Это считается победой. Вот мы победили, да? То есть по сути дела-то это братья. Ну разошлись там в понятиях, в понимании веры. Но те себя считают христианами, у них кресты. Эти себя считают православными. У них хоругви. В результате смертоубийства и бойня. Какому Христу служат те и другие? Вот давайте над этим вопросом задумаемся. Или они просто не знают Христа? 1 Коринфянам 10.17 9.17 Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. Толкование. Если бы дело проповеди не было возложено на меня, а совершал я оное сам от себя, то я имел бы великую и многую награду. Если же оно возложено на меня, очевидно, я совершаю оное не сам по себе, но делаю по воле владыки. Это значит недобровольно. То есть не то, что недобровольно я не хочу этого делать, а просто Бог заповедовал, это делать надо. Хочешь, не хочешь делать. Ты христианин, назвался груздем, полезай в кузовок. А то мы любим хвалиться, а когда похвала требуют соответственного образа жизни, мы начинаем говорить, ой, это тяжело для меня. Нет, ты христианин стал, значит надо проповедовать. Как бы это ни было стеснительно, а как я скажу своим близким, а что обо мне подумают, у нас хорошее отношение с ним. Начинаешь о Боге говорить, как-то глаза опускаются. Кто пытался благовествовать, видел такие ситуации. Вот говоришь о всем человеком, хороший человек, только начинаешь говорить о Боге, о Христе как-то, ну, как-то начинаешь глаза отводить, что-то ерзать куда-то, тему менять, и уже думаешь, неуместно говорить. А все равно иногда надо говорить, хоть даже под юродиво. Иногда мне даже понятно, почему юродиво и юродствовали. Вот просто иногда начинаешь юродствовать и начинать о Христе говорить, как будто сумасшедшийся. Да что ты свое это? А я думаю, а я юродивый. Я юродивый для вас, пускай я буду вам как дурачок говорить одно и то же. То есть и тут вот в этом смысле юродство только. И в конечном итоге это и подтверждается словами Писания, юродством проповеди, спасти избранных. Избранных. То есть юродство это не то, что ты дурачок, а ты говоря это, вызываешь в них смех, что ты дурак. И это некоторым неприятно, что у меня подумают за дурака. А ты считай себя дураком ради Христа, в их глазах дураком, а во Христе ты будешь мудрым. Вот такой момент. Посему дело благовестия это не заслуживает чести, ибо я исполняю только веренное мне служение. Примечаю следующее. Не сказал, если делаю недобровольно, то не буду иметь награды, чтобы показать, что он получит награду их за проповедь. Хотя всем случае поступает по воле владыки. Ибо несообразно было бы с правдой, если бы все апостолы не получили награду за проповедование. Только не такую, как получит проповедующий безвозмездно. Вопросы? То есть идет какой вопрос сейчас по весне? Что опять же апостол Павел себя вогнал вот в эти рамки. Рамки, что буду делать это безвозмездно ради Бога и получу какую-то награду. А тогда вопрос, а если я делаю небезвозмездно, я еще награды не получу никакой? Нет, получишь. Ибо это несправедливо было бы, чтобы апостолы не получили награду за проповедование. Читал там, когда еще с именем девочки мои Агафьи искали имя, там была Апфия тоже, жена апостола Филиппа. Читаешь ситуацию и думаешь, жена апостола Филиппа принимала, там все близкое имя Апфия. Ну там тоже возникли вопросы. Вопрос в другом, что я даже удивился, что апостол, апостол, потом его сделали как-то епископом. Почему-то если апостол, значит епископом он не был. И в конечном итоге у него была жена, жена у епископа. И так кажется как-то непонятно вроде бы на сегодняшний момент. Епископ это же человек в каком-то черном, он обязательно монах, он обязательно неприступный какой-то епископ. А тут бытовая жизненная ситуация. Принимали к себе домой, Апфия там заботилась, кормила их, поила. Обычная бытовая ситуация, а он епископ, и это непонятно. А как-то там в календаре Филиппа и Апфии. Или там лежены Апфии. И то есть как-то нету такой прямой взаимосвязи. Когда начинаешь житие читать, это обычная бытовая ситуация, которая нам совершенно непонятна. Так это же, это же апостол. Как мы можем так на его опустить-то его до того, что у него жена была? Да никак, это так было нормально. И что теперь он не получит награду? Он же ел и пил, там жена была. Я уж не знаю, по детям там ничего не написано. Но однако и награду получил он за свое. И Апфия получила за то, что и кормила, и поила их всех там, с кем он занимался. Получит. Но получит не ту награду. А апостол Павел получит высшую награду. Вопросы? По наградам. Все понятно? Я вот хотела... Николай Японский. Вот когда война началась с Россией, а он объявил по всем церковам, чтобы молились за победу японцев. Как бы наша сейчас московская патриархия к этому отнеслась? Вот ситуация сейчас с Украиной у нас. Вот как это сопоставить? Как сопоставить? Ну Николай Японский по духу какой был. Он как понимал, так и понимал. Он же в Японии. Ну что он скажет? Молитесь за победу оружия. Ситуация была сложная, отношения были накаленные. Ну молитесь, за чем молитесь. И все. То есть это все мы видим не евангельское. Надо было просто, наверное, сказать, что молитесь, а чтобы Бог всех вразумил, дал духа покаяния, духа мира в сердце, духа всепрощения. А уж как будет, так и будет. За чью победу? Чтобы молиться за победу Христа надо. Вот Бог. Чтобы Христос победил в их сердце, надо было молиться. И никого бы этим не обиделось. И исполнилось через эти вражды, через эти распри, которые, чтобы воля Божьей через это изливалась. Потому что да, и распри вот эти все, это же тоже Бог допускает по какой-то причине. Бог допускает, значит надо это принимать и терпеть это. И если это действие происходит, оно в виде как наказание происходит у Бога, какого-то народа, которого смиряют через оружие. Но наше-то дело молиться, мы же не знаем пути Божьи в этом плане. Хорошо это или плохо. То есть, я не согласен с Николаем Японским. Ни за чью оружие не надо было молиться. Он молился вроде как за русское оружие. Он в это время сам не молился. Но по всем церквам разослал, чтобы молились именно за победу японской армии. Японская, а не русская. Японская армия. Ну его бы русские тогда приняли как предателя. Вот так сейчас рассмотрели бы. А он, я слышал такое, что он молился про себя за победу русского оружия. Да вообще об этом тему нельзя было подумать. Нет, он как раз в это время не молился. Он отошел от этого. Сам, лично, один. Приказал всем. Но еще момент. Он что имел в виду? Молитесь за врагов, что ли? Молитесь за победу японцев. В контексте... Но японцы были враги? Враги. Да, да. Сказано молитесь за врагов. Голоден ураг на корне, но... Опять же, в контексте украинского вопроса, ну скажу, что у меня корни украинские, хотя внешне вообще не похожи на украинца. Вот. У меня дедушка чистый украинец. Казахский у тебя? Нет. Ну это просто ссылка, там его уже посадили. Вот, там ссылали, там много историй. Дело не в этом. Просто показывают вот эти ролики, как снимают. Молодые парни приходят, там что-то просят, там ликероводочный завод вот этот разбомбили. Там рейдерский, не рейдерский захват. В конечном итоге, там какой-то страшный грех украинцам вменяют, что они решили сделать государственный язык украинский. Потом вроде как этот проект украинский замяли. Я так подумал, а почему бы и нет государства? Смотрите, Польша, какой государственный язык? Польский. Германия, немецкий. Украина, пусть будет украинский официальный язык. Вот. Россия, российский. Ну, русский, то есть, язык там. У нас, потому что большинство русских там на территории бежать. Но это не грех. И вот ходит парень обычно там, ему спрашивают, а что ты хочешь? Он говорит, я там за Украину там борюсь. Но он борется за Украину. Конечно, вот не хотелось бы попасть в эту молотилку. Но, что интересно, что жители мирные поддерживают. Выступала там одна женщина, говорит, 80% врачей в Киеве были за Майдан. 80%. Это же не просто так. Видимо, так уже опостылила им эта власть, или так они были воспитаны, что даже врачи клятву Гиппократа нарушали. Они должны были всех принимать. И вот когда привозили вот этих раненых милиционеров из Беркута, майдановцы приходили и узнавали, где они лежат. И врачи, говорит, показывали. Это, говорит, очень было плохо. То есть, но даже врачи были расположены к Майдану. То есть, там ситуация достаточно сложная. Нельзя вот так сказать. И с одной стороны виден грех, и с другой стороны грех. Все грешники. Надо молиться о покаянии, о всепрощении. Потому что вот молодежь, смотришь, ну, ребята, ну, хотите Украину свободны, хотите украинский язык, да, пожалуйста, берите. Приходишь, ну, хочешь этой водки, ну, бери эту водку, я вообще эту водку не пью. Или, ну, надела революцию, не надела революцию. То есть, допустим, приходит голодный майдановец, ну, что ты его не откормишь, или ты это, там молодежь показывают, там 20 лет ходят. Ну, накорми его, прими в дом, накорми его. А он враг мне, да, какой он враг? Он человек, он душа. И хочешь украинского, да, пусть это украинский. Хочешь на запад идти, да, иди на запад, занимайся западной философией. Ну, будет ли тебе благо от этого, чадо? А я хочу так, ну, живи, с автоматом ты зашел, ну, расстреляй меня. Показывают фильм «Поп». Вот, тоже перед постом смотрели «Поп». Показывают, на Украину пришли вот эти немцы. Перед этим вообще церковь была клубом, а сейчас приходят, там у них церковь. И, причем, поп служит в этой церкви. И дальше ситуация так, приходит туда партизан русский и говорит, я сейчас тебя застрелю. То есть, по сути дела, он-то русский, ему бы надо страдать от немцев. От немцев, наоборот, он не страдает. Приходит партизан, я тебе сейчас застрелю. Он говорит, ну, ладно, говорит, что сделать, уж застрелишь меня, давай, говорит, я тебя хоть исповедую. Но там, это отдельный момент, как к этому относиться. Но дело в следующем, что он без вражды к нему отнесся и говорит, давай, чадо. Он на него положил руки и говорит, прощай, да простится тебе этот грех, что ты меня сейчас застрелишь. Он посидел, подумал, да, ну, поп, ты даешь. Взял и пошел. То есть, он, вот этим, любовью к этому врагу, к врагу, получилось так, что он был обескуражен. Его ж приняли, это у попа, что русские, что немцы там. Отовсюду его молотили, в конечном итоге пришли русские и в гулаг его отослали. Но фильм патриотический поп. А, допустим, украинцы бы, ребята посмотрели бы вот эти, которые с Майдана, и сказали бы, вот видите же, видите, вы же своего собственного русского попа в гулаг посадили. Ну, а поп результат, а поп все простил, он всем простил. И фильм заканчивается очень так оригинально, что уже показывают глубокий мир, скажем так, никто ни с кем не воюет. Но он поп, он уже старичок такой, дедушка идет такой, какую-то лавру показывает. И тут показывают тишина, погода хорошая, он идет такой, и тут приезжает машина такая, Жигули, шум там, магнитофон орет. Ну что, дед, запустишь нас? Кто это? Майдан? Нет. Это русский? Нет. Да кто его знает, как это? Это Советский Союз показывает. Виден грех, просто один грех. И он так на них посмотрел, такой взгляд у него такой на них, и видимо вспомнил о себе жизнь. Фашистов он вспомнил, НКВД он вспомнил, русских, нерусских там, а негров, кого он там вспомнил. Он вспомнил, посмотрел на ребят, скажет, а, грешники. Он говорит, заходите, дождь пойдет, и все. А там дождь пошел. Вот и все отношения. То есть сложно очень сказать, кто прав, кто не прав, грех царствует. Дай Господи мира в сердца украинского и русского народа, чтобы любили Господа Бога нашего. И не было войны. Господь как раз и приезжает, чтобы разделить, размешивать добро и зло. Да там нет добра и зла. Там и добра и зла нет. И там зло, и здесь зло. И там добро, и там добро. Сказать, что у майдановцев добра нет, но не сказать, что добра нет. Выступают, хотят свободы. От чего свободы? Свободы не от греха же хотят, а свободы экономические хотят. Но сама эта война, это уже не добро, правда же? Ну, там тоже сложно. Сейчас вот показывают, что идет информационная война. Те обвиняют, что мы вводим войска, что идет война. Те говорят, что... Наши говорят, что там бандиты, снайперы. Все очень сложно. Мы должны быть вне политики молиться за души людей. А если уж нас прибьют, так неизвестно, кто тебя еще и прибьет. Наш тебя прибьет или чужой. А может быть, враг их спасет. Вот Иеремию, допустим, возьмем, правок Иеремии. Он расчистокровный еврей, Иеремия. Он видит гибель народа еврейского и видит и причину этого народа за грехи. И ему шанс дает народу, говорит, покайтесь. Даже уже покаяние там не работает. Все, они уже перешли ту грань, где Господь покаяние от них какого-то ожидал. Бог все на них в виде наказания дал халдея. В халдеях порабощают весь мир. Это мировая нация, как вот Рим на тот момент. Это золотая голова. Халдеи. Рослые халдеи. Это сильные воины. Порабощают весь мир. На Египет. И Египет они подомнут под себя. Вот. И он говорит, люди, впустите халдея. Все, вы за свои грехи страдаете. Ни от чего. И вас светет эта волна, этот океан халдейский на вас сейчас. И вам будет хорошо только под халдеями. Откройте ворота. Ни голода, ничего не будет. Это вам в наказание Господь сделал. Что ему? Он им сказал правду. Он ничего не угал. Его в земляной рот. Потом в тюрьму. В конечном итоге пришли халдеи. Его же спасли. А он что, за халдеев что ли проповедовал? Его так и называли. Про халдейская философия. Проповедь. Нет. Он за еврейский народ. В конечном итоге все получилось так, как он сказал. Ну, благо, что кто-то еще и дух свой смирил и спасся. Но и после этого начнут эти, эта нация враждовать. Он сказал, когда уже смели, сидите. Они побежали в Египет. Он сказал, ваша сила сидеть спокойно. Сидите, уже не рыпайтесь. Вас уже полностью размазали. Нет, пошли в Египет. В конечном итоге те египетские евреи, они вообще отойдут от веры. Вот. Кто тут прав? Кто виноват? Под кем мы будем? Под кем мы не будем? Неизвестно. Плачут о развале Советского Союза. Да вы что, такая держава великая была. Да еще при Горбачеве Игнат Тихонович сидел. И что? Это хороший Советский Союз был. Плохая Америка. План Далласа о развале Советского Союза. Все пугают. План Далласа, план Далласа. Все как сатаны боятся этого плана Далласа. Так этот план Далласа освободил Игнат Тихонович из тюрьмы. Если так, по большому счету. Развалили Советский Союз, открыли тюрьмы. Я за план Далласа? Да нет, я не за план Далласа. Я за план Христа о спасении людей. А американцы? У меня вот, сейчас в Америке живет, там можно с ним переписку вести. Нормально люди пашут, работают. Они работают, американцы. А русские не работают? Я видел, и русские работают. Встают мужики и работают. А русские пьют? Да ты попробуй сейчас попей. Где ты там попьешь? А деньги зарабатывать? Ну попил день-два. А потом жена тебе скалкой, да, вперед иди деньги зарабатывать. Ну пьют. А американцы не пьют, тоже пьют. И еще мы изучали по университету, как там специально ставят автоматы, пивные автоматы, чтобы пива больше пили, ребята американские. А ну пьют-то мало. А рядом ставят теперь чипсы какие-то там, соленые. Не соленую рыбу, а какие-то специальные такие это. Ну они вкусные на вкус. И вот они напьются, и пить еще фото. Они еще и говорят, вот, поставили автоматы с чипсами, теперь объем пива увеличился, теперь больше начали пить. А теперь ребята разжирели. Ого, это хорошо. А теперь включается новая индустрия. Индустрия спорта. И у всех работа. Те с пивом поют, эти чипсами их накармливают, а эти помогают им жир сгонять. У всех работа нашлась, все молодцы. То есть, ну и кто молодец-то? Кто не пьет? Кто не пьет? Немцы не пьют. Показывают, они с кружками, вот с такими пьют, там, пивные конкурсы устраивают. Кто больше пива, прям фильмы показывают. Там один, там, ну это комедийный фильм, я еще в Неверии, по-моему, его смотрел. Там конкурс по пиву, и один в пиве утонул, там такая похорона. Это ужас. В пиве утонул. То есть это вот смерть была. Тоже не пьют, а русские пьют. Тут сказать тоже сложно. И русские пьют, все пьют. А показывают другие нации. Там гашиш, там другие. То есть, сатана всех обуял. Кого-то пивом, кого-то чипсами, кого-то алкоголем и водкой. Вот. Все мы во грехе. Все мы от Адама и Евы, все мы во грехе. И всем нужна проповедь благоествования. Всем. Всем нациям. Всем. И вот наши братья едут туда, в Европу, которую там, как некоторые, как сатаны боятся, там, европейский образ жизни. Нам бы его не надо, конечно. Но едут, может быть, их участие в жизни Европы как-то повлияет на судьбы самой Европы. Ведь видите, мы же не знаем сценарий Божий. Мы думаем, вот будет так, как мы думаем. А может быть, так не будет. Может быть, у меня вера есть такая, знаете, что наше участие в проповеди России может повлиять на судьбы мира. И вот у меня вот сейчас в последнее время такая вера появляться начала. Маленькая, но появляться, что, может быть, русский народ действительно в остатке будет народом-богоносцем. Вот как-то Господь сейчас нас начинает разделять, разделять, разделять. А вот люди уверуют, русские, и будут верующими. Вот почему бы в это не верить? Это хорошая вера. А если этого не будет? Ну, я не постыжу их, по крайней мере. Я уже думаю, что не все просто так. Потому что меняются такие обстановки. Мир уже на грани Третьей мировой войны. Там вот в прошлом году КНДР объявляет войну своим братьям-корейцам южным. Мы сейчас на вас атомную бомбу сбросим. Там уже весь мир боится на грани войны. Все. Дальше что происходит? Пошли КНДР картошку копать. Даже так смеялись. Ну, садить же надо. Все успокоилось. То есть, ну, мы против, что... А кто нам будет котлы корейские поставлять? Вот сейчас я в этом деле кручусь, как бы. Котлы, собственно говоря, зима у нас, у русских, русская. А котлы корейские самые популярные. Вот так вот, не странно. Котлы на Вьен, могу подсказать. Немецкие или лучшие котлы, это Висман. Германия, там Ангелина Меркель говорит, она там что-то плохо. Да, там политически, может быть, не нравится то, что она говорит. Но котлы-то хорошие немцы поставляют. Мудерас, я вам говорю, немецкие котлы. Шведские хорошие котлы пылеудаления. Украинские, там, другие поставки были. У нас, вот, начались эти события. Какая плитка хорошая, у меня там одна знакомая. Плитка очень хорошая. Какая? Это украинская плитка. Украинская. А теперь, а теперь сейчас вот война, и поставки этой плитки прекратятся. Быстрее в магазин купить украинскую плитку, запастись. Значит, украинцы умеют плитку делать. Вот, в Белоруссии трактора мы ездим. Там хают эти трактора, но дешевые трактора ездят на них, что-то чинят, ломают, но пашут на них. Ну, в общем, так. Миру мир, войны не нужно. Вот девиз отряда дружба. Нас так учили пионерам. Вот, а нам мир во Христе. А война должна быть объявлена греху. Ну что, время. Можно вопрос, а? Я еще в прошлый раз, Игнать Тихонович, он сказал на другую... Игнать Тихонович, вы слышите. Игнать Тихонович, я вам тогда еще вопрос задавала. На какой? О молитве о больных. Ну? Ну, как правильно молиться? Да будет воля твоя. Все, больше не надо ничего. Ничего просить больше не надо. Наши желания, они перед Богом известны. Не будьте многословны. Я прошу у Бога, да будет воля твоя. А надо или нет, не знаю. Я к чему говорю? Как-то я с одним братом разговаривала. Я даже как-то боюсь молиться или как-то не... Это самое... Нужно это или нет. Вот парализованный Сергей, который лежит, 12 лет, под заплечами. Вызнут, руки скручены, где приходят и... 50-ники начинают как бы упрекать. А почему вы не молитесь об исцелении-то? Нам же дано право. Я не хочу. Я хочу оставаться так. Почему люди не учат болеть? Надо лечиться... Не лечиться, а учиться болеть. А если надо, Господь даст исцеление. Аса заболел. И написано, Аса взыскал врачей, а не Господа. Зачем такое различие делать? Значит, а благоразумный человек не будет пренебрегать врача. 38 глава Иса, Сираха, говорит. Поэтому и делай, и надейся на Бога, а там, что Бог даст. Никогда не восставь на своего. Молишься за болящих все же детей. За болящих. Восставь, садра. Молитва есть. Садра, восставь. Если угодно тебе. Но это не во грех мне, что ли? Нет, конечно. Нам разрешено. И Господь исцелял, и говорит, будете возлагать руки, исцелеют. И для чего соборование есть? Это прямо угодно Господу, чтобы мы не лежали. Боли мы не знаем. Кому-то полезно именно вот так. В девять часов утра соборование будет. В пятницу в девять часов утра. Здесь? Да, надо было. Заканчиваем занятия. Благодарим. Занимание, помолимся. Игнатик на счетах. Спопогромно. Давайте молиться, девочки. Стоять. Так, поставьте на молитву. На молитву. Стоять. С молитву. Доча. Приводи, да. Как молятся девочки? Рядом становитесь. Вы выйдите туда, чтобы стояли рядом. Никаких журналов уже выкинили, брать. Положите. Сейчас молиться будем. Дочечка, ты умеешь молиться? Не надо брать. Все. Никуда не выходить. Здесь стоять. Здесь поставь их рядом. Девочка. Вот все. Сейчас они помолятся с нами. Давай сюда. Будешь? Заводи ее сюда. Она уже не может поправиться. Их же как обезьянки маленькие. Зайди в эту комнату и молись с ней здесь. Боже милостью, будь не грешен. Создав имя, Господи, помилуй имя. Бесчислав, я согрешил, Господи. Прости меня, грешный. И помилуй имя. Замолиться святых отец наших. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Царю небесный, утешителю души истины. И живи с детства, и вся исполняй. Сокровища благих и жизни подателю. Приги и вселись овны. И очистены от всяких скверных. И спаси, блажь и души наша. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный. Помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный. Помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный. Помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресне и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже и Сын, и небесе, да светится имя Твое, Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як у на небесе и на земле, Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, Якожи мы оставляем блажняком нашим, и не веди нас во искушение, Но избави нас от лука вагом, ибо Твое есть царство силой, Слава во веки, аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, Слава Тебе, наш Бог, и Его, а воочи. Пресвятая Госпожа Богородица, спаси нас молитвами Твоими, Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Бога, мне грешим. Иоанн, Креститель Претеча Христов, моли Бога о нас Святителю Христову Николу, моли Бога, мне грешим. Святые Пророки, Апостолы, Евангелисты, молите Бога о нас Святые мученики и мученицы, молите Бога о нас, святые отцы, молите Бога о нас, святые жены и девы, молите Бога о нас, задарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от поруганий, украти не покорилась Галина, Екатерина, Евгения, Надежда, 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 Светлана, Мария, Раиса, Лариса, Марина, Юлия, Людмила, тебе, Боже, слава, ибо другого Бога нет, кроме тебя. Господи, прими нашу молитву, вози они рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, и соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле, Господи, услыши молитву всех молящихся о нас во благо нам и исполни, и прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. Волящим дар и исцеление, как угодно воле Твоей, святой, проложи путь наш, поши добрых поселенцев в селение наше, укажи, где мы должны остановиться, поши все необходимое для благовестия и дару и здравия братьям Николаю и Виктору, тебе, Боже, хвала во веки веков, аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай ты, слышай, раб твой. Аминь. Богу славу, вот молодец какая девушка, она Марина с нами есть. Хорошо. Спасибо, Господи. Просто молодец. Она и руки поднимала. Боже, Господи.